Привет-привет, книжный мир! С вами Лена. Сегодня у нас Католическое Рождество, значит, мы с вами вновь будем забывать лучшие западного мира. И что в этот раз я забрала, это тег Holy Jolly Christmas Tag. Но, конечно же, я его всегда, как всегда, раскроировала, переделала под нас. Ладно, под себя, надеюсь, вы будете не против. Я оригинальные вопросы перевела и, в любом случае, вам внизу их оставлю. Я думаю, вы поймете, что я изменила, что убрала, почему я это сделала. Допустим, там есть вопрос, надо перечислить имена всех Оленей Санты. Я до этого вопроса даже не знала, что Оленей Санты есть имена. В общем, нам это, мне кажется, не подходит, поэтому я сделала опять все на свой лад. И у меня все вопросы вот здесь выписаны на сегодняшний день. Я их всех перемешала, перекроила. Буду проходить вместе с вами. В общем, их 12. Опустила их в секретный котел волшебный рождественский. Так что давайте смотреть, что же там за первый вопрос. Так. А любимый рождественский фильм, конечно же, это Реальная любовь. Я, наверное, не буду говорить сегодня об очевидных, как Ирония судьбы и, в общем, все, что очевидно. Хотя, мне кажется, любовь Love Actually, Реальная любовь, это тоже очень очевидный выбор. Его можно цитировать. И это единственный фильм, в котором я стандартно, стабильно плачиваю всегда на одном и том же моменте. Догадайтесь никакому. Мне кажется, не догадайтесь. Когда Сэм бежит по аэропорту, чтобы Джоан, не знаю, обнять, поцеловать, признаться ей до вылета. И вот, когда он бежит, у меня с первого раза, когда я это смотрела, до сих пор эти слезы так и льются. Обожаю. Так. Ой, куда-то слишком. На дно опустился. Дальше. Ставишь цели на Новый год, выполняешь. Три года назад я в своем журнальчике в другом писала три большие цели на год. Но почему-то жизнь всегда принимала другой оборот, другой ход. И другие большие цели еще лучше даже реализовывались. Поэтому я теперь цели ставлю только книжные. Допустим, прочитать 100 книг. Мне кажется, в этом году я с ней справилась. Вот. Так что, всегда какие-то большие цели выполняются. Только не те, которые я думала, а которые судьба и жизнь задумала. Я думаю, что смотрю на камеру и понимаю, что все это время смотрю на щелкунчика. Так. Дальше. Если бы ты могла быть любой рождественской книгой, то какой? Я не хочу быть банальной и очевидной. Но, конечно же, бы я поехала в дом из зеленого стекла. То, что я влюблена в витражи. Это мой самый любимый дом, здание, отель, в общем, в котором я очень хотела побывать. И если вы не знаете, о чем говорю, то, наверное, вам повезло. Потому что вам еще предстоит знакомство с этой книгой. Я уже за ней не полезу. Но она... Хотя нет, полезу. Вот она тут. Сейчас я даже ее на ощупь за хвостик, за закладку вытащу. Вот она. Опа! Вот как сюда можно не захотеть. Здесь куча елок, куча красивых зеркал, стекол, шоколадов, вкусняшек. Эту закладку, кстати, я сама делала в том году. Она не блестит, не знаю, мобильный или нет. Но, в общем, да, это та книга, куда бы я отправилась. Это она. Это был вопрос? А, нет, следующий. С кем будете встречать Новый год, обниматься, целоваться, чокаться под курантами? В этом году все мои родственники очень близкие работают, поэтому я напросилась. Ладно, меня пригласили друзья. И я даже чуть было не слилась. Сказала, ну, давайте елок, наверное, одна, спокойно. И они сказали, Лена, мы с тобой перестанем дружить. Ну, они так не сказали, но я знаю, что подумали, поэтому, да, я поеду к своим очень любимым, близким друзьям встречать Новый год. У них тоже есть кот. И я-то думала, может быть, Симона взять, но там такие два кота с характерами, ну, в смысле, Симона и Джонни, что... Вы Джонни знаете, если вы за мной чуть-чуть следите на Инстаграме, где я почти что не появляюсь. В общем, Джонни там бывает и Джонни. Так, рождественские песнопения и гимны. Поёте ли вы Кэрол? Это в оригинальном теге. Я хочу этот гимн... Гимн... Господи, преобязать этот вопрос под гимн. Поёте ли вы гимн? Я не знаю, Патриот я или нет, но гимн всегда я пою после Боя Курантов и знаю даже все. Да, 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 знаю все слова. Ну, как минимум, точное начало, первую половину, первые два куплета, припев, точно. Однако, однако, в этом году Ира, моя любимая Ира, привет, составайтесь в креслах, поделилась ссылкой на песню «12 дней Рождества». Её исполняли ребята... Там есть музыка, там есть субтитры, там есть голос, но также ребята, девчата там поют... British Sign Language... языком жестов? Боже, Лена. Я готовилась, готовилась и не подготовилась. И это такая милота, я вам оставлю ссылку внизу, даже если вы не знаете английский язык, пожалуйста, посмотрите. Она такая милительная, и там всё, божественно, будет понятно, что они поют. И я просто не могла мимо этого пройти, и мы с Ирой кое-что придумали. И видео обязательно, ребята, посмотрите, посмотрите, потому что это великолепно. Я плакала от умиления, потом я хохотала, потом я ко всем по целый день приставала и говорила, посмотри, посмотри, посмотри. Ира, тебе ещё раз огромное спасибо за то видео и за нашу с тобой затею. Дальше. Живая или искусственная ёлка? Я, конечно, как все, хочу с детства опять огромную ёлку под потолок, но, к сожалению, искусственная и в большой комнате тоже. Однако в том году у меня была живая ёлка, у нас был корпоратив, причём так далеко от моего дома, и там были понатырканные ёлочки, и корпоратив был в стиле Хюгия. И когда вечеринка заканчивалась, в громкоговоритель сказали, ребята, у кого есть возможность, желание, можете ёлки забрать. Она была, ну, очень большего размера, я оставлю фотографию здесь, и я сказала, не надо, я хочу. И, в общем, мы после вечеринки поехали ещё в офис продолжать. У меня был вот этот большой клетчатый шарф, который, на котором Смел там часто спит. Вот я эту ёлку завернула, как могла, приехал Убер. То есть у нас в Убер, во-первых, много человек набилось, потом мы упросили водителям в багажник ёлку запихнуть. Могут, ну вот, она же вся закручена, перекручена, там много иголок не будет. Он согласился. Потом уже после офиса он был ещё до дома доехать, и опять я позвонила в Убер. Я сразу сказала, что у меня будет ёлка. Мне сказали, окей. В общем, да, я думаю, когда вы празднично одеты, с хорошим настроением, улыбаетесь и просите довезти ёлочку вместе с вами, всё работает, поэтому если у вас тоже есть мысли взять ёлку, но непонятно, как её вести, просто дождитесь ночи, оденьте красивое платье, звоните в Убер и скажите мне, ёлка, довезите, пожалуйста. Или даже не говорите, а вот так. Выйдите во всей красе с этой хвойной красавицей, вам точно не откажут, проверено на опыте. Но в этом году, к сожалению, идёт корпоратива. По большому сожалению, очень классная корпоратива, и ёлки нету. Дальше, следующий вопрос. От подглядываешь подарки или любишь сюрпризы? Я обожаю сюрпризы, но проблема в том, что никто не знает, какими сюрпризами меня удивлять. Поэтому все говорят, Лён, что тебе подарить? Я говорю, книжку. Я говорю, я даже сама себе куплю, заверну, ты мне только открытку подготовь. Но да, обожаю сюрпризы. И, кстати, сейчас очень много выходит видяшек о том, какие хорошие книжные идеи, подарки. Я такое не снимаю, но если вам интересно, как я вижу, приятный, милый подарок из таких недорогих, да, можно даже составить композиции. Зайдите и к Ире с канала «Оставайтесь в креслах», и к Юле. Я им отправляла такие, как адвентбоксы, но в них не все огромные подарки. В них основные подарки, допустим, книжки, и к ним дополнительные всякие ништячки, которые ассоциируются с праздником. Там хлопушки, леденцы. И я, кстати, хотела всем вот таких леденцов положить, кто от меня получил уже посылки, кроме Юли. Ну, и Юли, и Ира, еще кто. Знаете, что я хотела такие вам палочки, но их на тот момент просто не было, поэтому купила вот те носочки тоже леденцы, но хотела вот этих вот товарищей запаковать. И, в общем, вот там мои идеи того, чтобы я, допустим, в своем боксе хотела найти, да, то есть там 24 подарочка. Они, конечно, большинство повторяются, но вы можете просто взять 5 и составить себе вот такой бокс. И книжки, которые я девчонкам отправила, я тоже считаю, что классный подарок. Они всем мне очень самой нравятся, кроме одной я не читала. Но я начинала ее читать, просто поняла, что это не совсем моя история, такая сказочная, что за книжка говорить не буду. В общем, я думаю, вы поняли, что если вам нужен гид под подарком от меня, оставлю ссылки прям на видяшки. Ира прям каждый день пустит, как вы, наверное, знаете. Юля выставляет каждые 8 дней, кстати. Кстати, сегодня будет 24-й день, но скоро она еще 3-й выпустит бокс. Юля, Ира, приветики. Так, дальше, следующий вопрос. Мастер упаковки или руки-крюки, Эдвард, ножницы? Я все-таки думаю, что я мастер упаковки, но вы, опять же, можете зайти к девчонкам и посмотреть, как я все упаковываю, чтобы не быть голословной. Дальше. Щелкунчик. Любимая рождественская игрушка? Мне кажется, это вообще самый старый предмет, который есть в моей комнате, как минимум. И это моя самая любимая рождественская игрушка. Это вот этот. Я его называю солдатик. И, конечно же, когда я была маленькой, мне, наверное, было лет 10, если не меньше, когда он мне появился, у него по макушку была вода. И вот с течением времени, к сожалению, она испарилась. Но он до сих пор с моей любимой. И он, знаете, вот так стоит на посту, блюдит. Снег. Я ее обожаю. Она у меня стоит круглый год. И не знаю, когда вода вся вылится. Пойду к какому-то мастеру снежных шаров и прошу реанимировать мою игрушечку. Дальше. Так. Когда твоя семья ставит елку и кто ее наряжает? Я первая, кто начинает спрашивать в декабре ставить елку. И иногда я ее ставлю, иногда я ее поставлю, а мама там что-то даукрашивает. Но я сегодня также хочу поделиться, что в том году я хотела сделать сюрприз самому новому человеку. Он тогда был в Китае в конце ноября. И я заранее приехала в Будапешт, бегала, собирала игрушки, елки. Потому что это был наш первый год в той квартире. И что когда-то приехал с аэропорта, чтобы открыть двери. Прям праздник, почти что как один дома. Это была самая ранняя елка, потому что поставила я ее там 13 ноября. Так что давайте на минутку-полторы переместимся в прошлое. Посмотрим на квартиру. Ну и я ее тоже вспомню. Brownie, if you're watching, honey. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И добро пожаловать в конец 2020-го. У нас еще осталось три вопроса или два. Следующее. Закупаешься подарками заранее или бегаешь в последний день? Раньше, мне кажется, я в последний день бегала. Но в этом году все началось еще в ноябре. И я рада, что я это сделала. Хотя эти подарки снова опять были высланы девчонкам, чтобы они заранее все могли рассмотреть, запаковать, и с первого дня себе устроить праздник. Но и да. В конце ноября в этом году я начала закупаться, и это был правильный подход, чтобы мыли потом не бегать. И когда уже все интересно, вкусно и разобрано. Дальше. Ужасно прекрасный рождественский свитер. Тан-тан-тан-тан! Я думала, если он будет где-то в середине или попадется, я его сразу надену. Но вы его тоже еще увидите. Допустим, сейчас. Та-дам! Ну что, ребята, спасибо, что вновь заглянули, посмотрели на мои пароделки. Надеюсь, что через неделю вы уже будете щелкаться, обниматься со своими любимыми, родными людьми. Будете открывать только самые желанные подарки. Но вообще, я с вами еще увижусь один раз, а возможно даже два в этом году. И вам дожелаю всего того, что не смогла нажелать во все выпуски в этом году. А на сегодня пока что пока. Пока-пока-пока.